На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Кристиан Болтанский, Ансель Мкифер». Часть первая. Добрый вечер. Сегодняшние наши герои, немецкий художник Ансель Мкифер и французский художник Кристиан Болтанский, они почти ровесники. Болтанский родился в 1944 году, Кипер — в 1945. Оба они родились в последний год и в последние месяцы Второй мировой войны. И для обоих этих художников историческая и личная память о той катастрофе, которая была Вторая мировая война, является, наверное, центральным сюжетом для Болтанский. Это трагедия Холокоста и вообще трагедия Второй мировой войны. Но для обоих этих художников, собственно говоря, их довольно сложно назвать художниками, работающими в историческом жанре, потому что они и Кипер, и Болтанский не рассказывают об исторических событиях, не рассказывают о своей личной памяти, а ставят вопрос о том, что такое вообще память, что такое вообще история. Может ли история быть личной, может ли история, став написанной, продолжать быть для нас личной, насколько вообще возможна память. У Болтанский есть, в одном из интервью говорит, что есть огромное различие между информацией и знанием. И любая история, и личная история, и общая история. Это всегда некий выбор между, и всегда некое различие между информацией и знанием, потому что как только что-то становится информацией, оно перестает быть знанием. И вот эти сюжеты о том, где личная память, информация, знания, история, и в конце концов мифология, в которую рано или поздно обращается любая история, это то, с чем работают оба эти художника. И начинаем мы. У Кристиана Болтанская, 44-й год рождения, фамилией своей он обязан своему деду, который был родом из Одессы, и который оказался во Франции во время войны. Такая мелодраматическая семейная история гласит, что дед Кристиан Болтанский был оперным певцом, который потерял голос, и во Франции уже оказался вот в этом самом состоянии, безголосого певца, который должен был делать какую-то любую, самую простую работу, что его бабушка единственное, что она привезла с собой в это путешествие, в это изгнание, это самовар семейный. И этот семейный самовар, как реликвия, был представлен на выставке Кристиана Болтанский «Призраки Одессы», о которой было показано в Москве, и о ней пойдет речь дальше. Отец Болтанский был евреем, и мать его была католичкой, француженкой. И вот это самое, сам он себя считает не столько наследником иудейской культуры, сколько наследником Холокоста, потому что его детство прошло под знаком этой, в оккупированном Париже, прошло под знаком этой самой постоянной опасности. И родился он чуть ли не в подвале, где скрывался его отец. Как впрочем, в подвале родился и Кифер, чья семья скрывалась в подвале дома, уже в конце войны, от бомбардировок союзников. Это странное совпадение в жизни этих художников. И то, с чего Болтанский начинает. Болтанский не получил почти никакого ни школьного, ни художественного образования. Он был абсолютно замкнут в мире своей семьи. Этот мир семьи и детства становится одним из постоянных сюжетов его искусства. Он с детства начинает рисовать, но, собственно, живописцем он не становится. Вот одна из немногих его картин, которые он написал. Картина Кристиана Болтанский «Овальная комната». Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Изображение ненатуралистично, похоже на детский рисунок. На картине изображена комната с белым полом и фиолетовыми стенами. Большую часть изображения занимает белый пол. На нём видны полоски. Над полом в верхней части изображения фиолетовая стена. В левой её части красная прямоугольная дверь. Кажется, что комната в плане овальная, без углов. А фиолетовая стена изогнута дугой. В правом нижнем углу изображения на полу сидит человеческая фигура. Это фигура мужчины в тёмной одежде. Он сидит, вытянув ноги. Его голова очень маленькая, тело крупнее, напоминает мешок, от которого отходят две длинные ноги. Руку у человеческой фигуры нет. Овальная комната – это одна из немногих, а чуть ли не последнее живописное произведение, которое он делал в 1967 году. Буду совсем юношей. И следующая его выставка, первая его выставка, которую он делает, включает в себя снятый любительский фильм, который называется «Невозможная жизнь» Кристиана Болтански. И это название «Невозможная жизнь» будет постоянно повторяться, как и в автобиографиях Болтанских, и в его выставках, так же, как и в данном случае оказывающая скорее синонимом «Возможная жизнь» Кристиана Болтански. Это история про возможные биографии, про то, насколько правдивой или неправдивой является любая память и любая биография. И следующая работа, которую он делает, это тоже фильм. Такой любительский, очень нон-профитный фильм, который называется «Человек, кашляющий человек» и показывает почти того же персонажа, что и персонаж этой картины «Овальная комната», сидящего в углу такого скрюченного человека, который постоянно кашляет, кашляет, извергая потоки очень ненатуралистической крови и показывающей в таком, то ли осознанно пародийном варианте, поскольку это снято с очень любительскими спецэффектами, то ли не предусмотрено пародийном варианте. Вот такое тяжёлое трагическое существование одинокого существа, обречённого на скорую смерть. Кадр из фильма «Кристиана Болтанский. Кашляющий человек». В кадре виден фрагмент комнаты с грязным жёлтым полом и стенами. В центре сидит мужчина. Он сидит, вытянув ноги, руками упирается в пол. Голова человека опущена и немного наклонена в сторону. Изо рта на одежду и пол течёт красная жидкость, напоминающая кровь. Голова человека облеплена белым материалом вроде глины. Человек одёт в красные штаны, серую кофту и бежевые носки. Обуви на ногах нет. На полу вокруг человека красная лужа и брызги. Вот это присутствие показывает уже в гротескном варианте. И при этом это более-менее понятные работы, которые Болтанский делает только в самом начале своей карьеры. И одновременно, пытаясь войти в мир искусства, он начинает заниматься достаточно странной художественной активностью, художественной деятельностью. Он рассылает свои досье и свои письма, свои биографии различным деятелям художественного мира. И досье эти наполовину эффективны, наполовину состоят из ложных воспоминаний. И тема всё-таки ложной памяти, ненадёжной памяти становится одним из первых сюжетов, с которыми он начинает работать. Вот такая вот работа 1969 года. Работает он с архивами, работает он с каталогами. Называется «Поиски и представления всего того, что осталось от моего детства в период за 1944-1950 год». Работа Кристиана Болтанский – поиски и представления всего того, что осталось от моего детства. На изображении разворот фотоальбома. В него вклеены чёрно-белые фотографии. Две фотографии на правой половине разворота расположены одна над другой. На верхней фотографии фрагмент комнаты. Виден кусок стены под окном и пол. На полу сидит курчавый ребёнок лет четырёх. Сбоку он ярко освящён солнцем. Перед ним на полу лежат кубики. За ребёнком видны колени сидящего рядом взрослого. На нижней фотографии – композиция из объёмных геометрических фигур. Они напоминают детские кубики, из которых что-то построено. Одна фигура напоминает домик, другая – просто нагромождение прямоугольников. На левой половине разворота одна фотография, ориентированная вертикально. Это групповая фотография детей. Они располагаются в три ряда. В нижнем ряду сидят семеро. За ними стоит такое же количество детей. Над ними возвышаются пятеро. Видимо, стоят на стульях, которые мы не видим. Девочки одеты в юбки длиной ниже колена и кардиганы. На мальчиках – рубашки и куртки или пиджаки. Дети одеты, предположительно, по моде середины 20 века. Все фотографии в альбоме обведены тонкой чёрной линией и подписаны мелким печатным шрифтом. Это фотоальбом. И в предисловии к этому альбому Болтанский пишет о страхе смерти, о том, что смерть – это то, с чем невозможно, что это предельно унизительное, что существует и с чем мы все должны мириться. И что самое страшное – это невозможность сохранить что-либо от своей жизни. Поэтому он посвящает свою деятельность тому, чтобы созданию невозможного сохранить память о каждом событии, о каждом дне своей жизни, о каждом предмете, с которым мы сталкивались, с которым мы взаимодействовали. И он пытается реконструировать своё детство, именно те пять лет, от которых не сохранилось вроде бы ничего, никаких фотографий, ничего. И вот эта реконструкция абсолютно выпавшего периода его детства становится темой этого альбома, где есть вот такие… Это действительно реконструкция. Это не фотография его кровати, например, какой она могла бы быть, в которой он спал с 1947 по 1950 год. А снимок кровати, которая выглядит примерно так же. Это его рубашки, это его клок волос. Но всё это попытка, это детские фотографии, которые не его фотографии на самом деле, не его фотографии в детстве. Это действительно попытка реконструкции. И вот это как бы то, что… Это сумма некая, это та информация, которая при этом ничего не говорит о нём на самом деле, и заведомо является фикцией. И вот эта попытка собрать своё детство, собрать прошлое, от которого на самом деле никаких свидетельств нет, это тот сюжет, с которым он работает в первый период своего творчества. Потому что эти попытки реконструкции выглядят довольно такими мрачными. Вот такая вот ещё одна попытка реконструкции. Это архив, опять-таки неизвестно подлинный или эффективный, собранный в такие вот ящики. Это ящики из-под печенья, но которые выглядят уже заранее такими сейфами, и заранее чем-то, где информация, где сведения, память не хранится, а где они погребены. Потому что это тот ящик, это такого вида хранилища, в которое ты никогда не полезешь, чтобы узнать что-то. Это то, что там обречено на хранение, но в то же время на абсолютное забвение. Такой же фиктивной оказывается вот эта вот витрина различных тоже предметов, как бы реконструирующих его прошлое, но реконструирующих его как что-то, обречённое на полное забвение, потому что это семейный альбом, который абсолютно представлен так, как если это витрина в антропологическом музее. Работа Кристиана Болтански. Это горизонтально ориентированный калаш из изображений, дополненный объёмными предметами. Он напоминает музейную витрину или стол, на котором разложены различные бумаги и предметы, фон серого цвета. Правая треть калаша занята чёрно-белыми фотографиями и белыми листами бумаги. Они наклеены хаотично, частично перекрывая друг друга. Там есть листы с фотографиями детей, записанного выше альбома, белые листы с наклеенными на них вырезками из газеты или книги и мелкими чёрно-белыми фотографиями. В центре калаша внизу расположено много круглых мелких объектов бежевого цвета, собранных в кучу. Они похожи на мелкие камни. Под ними, на белой полоске бумаги, мелкая подпись. Над ними, в верхней части, горизонтально ориентированный листок с печатным текстом. Слева от него и немного ниже, на горизонтально ориентированном белом листке, две чёрно-белые фотографии для паспорта. На фотографиях мужчина с тёмными волосами. Слева от листка, в левой трети холста, сверху расположен округлый объект, похожий на шарик, завёрнутый в пожелтевшую бумагу, из которого торчат иголки или колючки. Под ним, внизу, фотография мужчины в светлой одежде, в полный рост, на тёмном фоне. Над ней, в левом верхнем углу холста, два предмета. Один выглядит, как вытянутый бумажный свёрток бежевого цвета. Другой по форме напоминает кирку, завёрнутую в бумагу. Эта витрина — это то, что не делает, не рассказывает жизнь Кристиана Болтански, а рассказывает жизнь некого абсолютно неизвестного человека. Это то, что о нём ничего не говорит. Это то, что можно однажды найти и попытаться вспомнить. Представьте, как выглядела там жизнь подростка или ребёнка во Франции в 1944-1950 году, и которая может быть интересна, как любой музейный экспонат, если это жизнь кого-то неизвестного, если это жизнь какого-то безымянного. То есть музеи и музеификация, архивы — это то, что личную память превращает в память обезличенную, как бы это то, что превращает вот это самое знание в информацию, с которой непонятно можно как взаимодействовать. И вот как бы своих, как бы псевдоавтобиографических работ, он приходит к работам исследующим, с такой же антропологической точки зрения, истории всяких неизвестных. Кто-то вот одежда некого Франсуа Эс. Кто такой Франсуа Эс, абсолютно непонятно. Это некий неизвестный, чьи детские вещи должны быть каким-то образом репрезентативны. Они должны что-то о нём сообщать. Но на самом деле ни один каталог, ни одно самое скрупулёзное собрание вот этих самых информаций и деталей на самом деле не в состоянии сообщить нам, кто кем был Франсуа Эс. Работа Кристиана Болтански «Одежда Франсуа Эс». На белой стене выставочного пространства висят 25 чёрно-белых фотографий в чёрных рамах. Вместе они образуют горизонтально ориентированный прямоугольник, в котором пять рядов, в каждом ряду пять изображений. На фотографиях содержимое коробок, сфотографированное сверху. Внутри каждой коробки один предмет одежды – футболки, носки, головной убор, сложные штаны, сложная вдвое юбка и прочее. Так же, как ничего не говорят о человеке, наиболее подробно собраны вот эти инвентарии предметов, принадлежащих разным людям, которыми Болтански занимаются в 70-е годы. Вот такой вот каталог предметов, принадлежащих пожилой даме из Баден-Бадена. Это работа, которая, опять-таки, это процесс, как эта работа делается. Эта работа делается с авторством музея. Музей Баден-Бадена, Кунсхаля Баден-Бадена заказывает Болтанский работу, и в ответ он присылает свой проект. Он говорит, чтобы его работа состоялась, музей должен приобрести все вещи, оставшиеся от какого-то недавно умершего человека. И музей выполняет его требования, действительно скупает все вещи, принадлежащие вот этой самой даме, которая остается анонимной, старушке, которая умирает в Баден-Бадене. И ее вещи фотографируются и выставляются в витринах. Но при этом, опять-таки, и вот этот очень подробный инвентарий, как мы привыкли смотреть такие инвентарии, мы пытаемся найти в нем что-то типическое. Какие вещи вообще могли принадлежать старушкам в Баден-Бадене в 73-м году? То есть это можно использовать как некий инструментарий социологический, но совершенно не как что-то, что рассказывает об этой конкретной умершей пожилой женщине. И следующий инвентарь подобного рода Болтанский делает в Оксфорде для Оксфордского музея английского. И здесь уже речь не идет об умершем человеке. Это точно такой же заказ. Художник говорит, что мой проект заключается в том, что вы здесь на месте должны собрать вот такой вот инвентарий всех предметов типичных, которые принадлежат молодому обитателю Оксфорда, студенту. И вот эти самые, как бы, все эти предметы собираются. Там есть, которые тоже, наверное, занятны, посмотреть, что там за книги, что использовалось. То есть такой исторический музей, но который, опять-таки, не в состоянии рассказать ничего о том конкретном человеке, кому они принадлежат. Это чем скурпулезнее собран этот инвентарий, тем более анонимным становится персонаж, о котором идет речь, и о котором, вроде бы, все эти вещи должны наиболее подробно рассказывать. Все, что уходит в прошлое, все, что подробно документировано, как ни странно, не сохраняется, а становится анонимным. Любое прошлое очень легко, как бы, подделать и сманипулировать. Десять фотографических портретов Кристиана Болтански, якобы сделанных в 46-м, в период с 46-го по 64-й год, это работа с 72-го года. Эти все фотографии принадлежат, это все фотографии разных людей. Работа Кристиана Болтански, десять фотографических портретов Кристиана Болтански. Десять чёрно-белых фотографий, в два ряда, по пять в каждом, образуют горизонтально ориентированный прямоугольник. На каждой фотографии изображены разные люди мужского пола разных возрастов на одинаковом фоне. Фон — идущая вверх ступенчатая дорожка в парке, с травой по бокам от неё и деревьями вдали. На первой фотографии мальчик лет двух. На второй немного старше. На каждой последующей фотографии изображён человек немного старше предыдущего. На последней фотографии мужчин около 30 лет. Под каждой фотографией мелкая подпись. Разных детей. Ни один из которых не является Кристианом Болтански вроде бы. Хотя, может быть, последний является. Но, в принципе, это то, что детство — это всегда период абсолютной анонимности. Это всегда то, что нельзя спасти, что только ты сам можешь о себе вспомнить, и то твои воспоминания никогда не будут надёжными. И такая же история, вот этот альбом фамилии «Де», который — это тоже не семейный альбом «Болтанский». Это некие фотографии среднестатистического французского семейства. Вроде бы, это фотография, действительно принадлежащая семье по фамилии Дюпон. Дюпон — это самая карикатурно-нейтральная французская фамилия. То есть французы из анекдота должны звать Дюпон. И вот это, действительно, вся семья Дюпон — это такая абсолютно никакая семья. И при этом это те фотографии, которые мало чего говорят о семье Дюпон, но это фотографии, которые, наверное, для многих людей этого поколения, ну и, может быть, даже не этого поколения, кажутся очень знакомыми. У кого в семейных архивах нету какой-нибудь похожей фотографии. Часть работы Кристиана Болтанский — альбом семьи «Де». На пожелтевшем вертикально ориентированном листе расположены горизонтально ориентированные чёрно-белые фотографии. Фотографии шесть. Они расположены в три ряда, по две в каждом. Тема фотографий — отдых на море. Две верхние фотографии изображают водную гладь. На той, что слева — две женщины, стоящие по пояс в воде. На правый — морской пейзаж. В среднем ряду слева две женщины в купальных костюмах сидят на песке на фоне морского пейзажа. Справа две женщины в купальниках играют в мяч, перекидывая его друг к другу. А в нижнем ряду две практически идентичные фотографии. Четверо людей в купальных костюмах сидят на песке. Трое взрослых и один ребёнок. Но на фотографии слева горизонт немного скошен. На всех фотографиях на людях цельные купальники, похожие по стилю на купальные костюмы 50-х годов. Вот это как бы условие, что эти фотографии станут фотографиями всех, что ты себя узнаешь на этих снимках, что ты узнаешь в этом прошлом своё прошлое. Но ценой за это узнавание оказывается, собственно говоря, анонимность того, о ком идёт речь. Мы можем понять, что у нас было что-то похожее в детстве, это наша общая память. Но эта общность – это то, что стирает, собственно говоря, историю семьи Дюпон. Очень подробно собранные вещи и фотографии Кристиана Болтански с 1946 по 1964 годы – это те фотографии, на которых многие его сверстники узнают себя. Но ни одна из них не является фотографией Кристиана Болтански. И вообще детство – это то, что всегда связано с… Это всегда нечто исчезнувшее. И вот такой вот огромный, уже более поздний архив Кристиана Болтански, в котором это те же самые ящики из-под печенья, которые выглядят как сейфы, которые выглядят как нечто погребальное, как нечто такое достаточно мрачное. Это история про то, что любое детство всегда связано с ощущением абсолютной утраты. Не только что ты утратил своё детство, свои воспоминания. Эти воспоминания не у всех обязательно должны быть счастливыми. Не всем хочется. Но тот человек, которым ты был в детстве, – это всегда кто-то, кто исчез. Это всегда кто-то, кого больше нет. Вот этого ребёнка, каким он был, совершенно невозможно узнать в нынешнем. Я это не який, какой я была в три года. То, какой я была в три года, этого человека больше не существует. Там современный, нынешний Кристиан Болтанский – это Кристиан Болтанский, в котором, как он сам говорит, умер тот Кристиан Болтанский, которому было 5 лет, 10 лет, 15 лет. И вот это самое ощущение абсолютного исчезновения, что любое детство связано с ощущением утраты, и любая попытка собрать архив детства – это некий мемориал, это некий такой колумбарий почти. Это то, что появляется у Болтанский, появляется именно с момента каких-то выяснений отношений с собственным детством, и того, возможно ли это детство реконструировать, вспомнить, сохранить, разделить эти воспоминания с кем-то еще, и насколько эти воспоминания могут быть достоверными. Оказывается, что никакой достоверности быть не может. И с этой недостоверностью памяти, недостоверностью информации, которая не есть знания, Болтанский также будет постоянно работать. Вот такой он начинает, у него появляется вот этот, один из его постоянных форматов произведения, такие архивы, склады, да, и вот такой архив детективный, в котором каталожные ящики с большим количеством, с фотографиями, фотографиями неподписанными. Откуда эти фотографии взяты? Это фотографии, которые Болтанский брал из специальных французских журналов того времени, специализирующихся на преступлениях, на криминальных драмах. Работа Кристиана Болтанский, «Резерв. Детектив. Три». На фотографии угол комнаты с белыми стенами. В углу стоят четыре деревянных стеллажа. Они стоят впритык друг к другу у двух стен, по два у каждой стены, и образуют угол. Полки стеллажей заполнены картонными коробками. Коробки разных размеров, на каждом из них наклеена по одному небольшому чёрно-белому портрету. Вот убийство такое-то, расследование такое-то. Это фотографии, люди, на которых являются… Кто-то из этих людей является преступниками, кто-то из этих людей является жертвами, кто-то из этих людей, наверное, является детективами или следователями. И где-то в одном из интервью, вообще это не очень внятно сказано, но один из вариантов, что вообще все эти снимки – это реконструкция, что-то такие, как реалити-драма, постановочные. Но собраны они таким образом, что невозможно рассматривать эти фотографии. Конечно, можно делать предположение Паламброза, кто из этих личностей скорее похож на преступника, кто из этих личностей скорее похож на жертву. Но эта анонимность – это то, что уравнивает всех – и преступников, и жертв, и следователей, и актёров, которые исполняют те или иные роли. Это анонимность, которая единственное, что можно о них сказать – это то, что они были и есть, что они люди. И это анонимность, которая, собственно говоря, это цена, которая… Чтобы понять, что каждый из нас человеческое существо и принадлежит человеческому роду, чтобы понять эту общность, единственное, надо за это заплатить цену абсолютной анонимности. Абсолютно, что ты расстаёшься со своей уникальностью человеческой. И вот эта анонимность любого каталога, анонимность, в которой проваливается человек, превращённый в информацию, тоже один из сюжетов болтанский. Ну, естественно, там «Телефонные книги» – это такой замечательный вариант, который содержит информацию. Это тоже такой город, сделанный из телефонных справочников, в котором можно найти информацию о любом жителе города, вот этого города, телефонные справочники, которых здесь представлены. Инсталляция Кристиана Болтански 19.924.458 плюс-минус 2014 год. На фотографии изображена комната, неярко освещённая настенными лампами. На полу в больших количествах стоят вытянутые вверх узкие параллелепипеды, состоящие из телефонных справочников, скреплённых друг с другом. Стороны параллелепипедов обклеены страницами из справочников. Чёрно-белый текст с выделяющимися на нём серыми чёрточками. Параллелепипеды разной высоты, есть совсем высокие, почти до потолка, есть намного ниже. Своими силуэтами все эти параллелепипеды напоминают городской пейзаж с небоскрёбами. Но в них ты не можешь никого найти, ты ничего не можешь сказать ни об этих людях, ни эта информация, которая анонимности. И вот, собственно, таким же анонимным превстаёт, в такую же анонимность проваливается. И сам Кристиан Болтанский делает как раз невозможную жизнь Кристиана Болтанская, а не одна из возможных жизни Кристиана Болтанская. Вот такой вот огромный архив всяких бумажек, фотографий и чего-то ещё, что невозможно прочистить. Часть проекта «Невозможная жизнь» Кристиана Болтанская. На фотографии изображён тёмный выставочный зал. Фронтально стоит невысокая стена-перегородка, на которой закреплены 20 вертикально ориентированных прямоугольных рам. Они располагаются в два ряда, по 10 в каждом. Всё пространство под стеклом каждой рамы полностью заклеено небольшими квадратными бумажками, похожими на стикеры. Коллажи из бумажек тускло подсвечены лампами, скрытыми в верхней части рам. Они ещё очень плохо подсвечены. Это реально выставлено так, что это очень сложно прочесть. И даже если ты это прочтёшь, ты ничего не сможешь о нём узнать. Ничего, вот как бы человек готов вроде бы рассказать о себе всё, но при этом ты никак не можешь извлечь это знание, ничего не можешь с этим сделать. И Болтанский говорит, что он становится художником в тот момент, когда он понимает, что ему делать по искусству, в тот момент, когда он перестаёт быть ребёнком. То есть это самое начало его карьеры, что я стал взрослым, я перестал быть ребёнком, и тогда я могу стать художником, потому что я поняла свой сюжет, вот это выяснение отношений с этим прошлым, с этим детством, которое невозможно реконструировать. И поскольку, если первая работа была, суть по текстам, которым её описывает Болтанский, это действительно такой очень экзистенциальный жест, я хочу сохранить всё хотя бы из этих, реконструировать вот эти пять лет моего прошлого, моего детства, в которых ничего не осталось, то потом у него появляется период, когда он делает серию абсолютно ироничную, что детство нельзя реконструировать, что детство нельзя запомнить, его можно только разыграть. И он представляет вот такую серию постановочных фотографий, где он, собственно говоря, как бы разыгрывает своё прошлое, разыгрывает своё детство. Работа Кристиана Болтанский «Комические виньетки. Свадьба родителей. 1974 год». Три чёрно-белые фотографии, ориентированные горизонтально. На всех фотографиях изображён художник Кристиан Болтанский в чёрном костюме на фоне белой ткани. На ткани закреплён равноконечный чёрный крест. На фотографии слева Кристиан Болтанский стоит на коленях, на нём чёрная шляпа. А в одной руке у него предмет, напоминающий небольшой бублик. Пальцем другой руки он указывает на следующую центральную фотографию. На фотографии в центре Кристиан Болтанский в образе священника. С его плечей свисает узкая длинная лента с нарисованными христианскими крестами на концах. Он держит в руках два мелких предмета и смотрит на них. На фотографии справа Кристиан Болтанский в образе невесты. Он стоит на коленях, на нём всё тот же чёрный костюм, но на голове его закреплён кусок грубой белой материи. Она завязана под подбородком и свисает назад, за спину. Он улыбается, его руки сомкнуты в молитвенном жесте, ладонями друг к другу на уровне груди. На фотографиях Болтанский около 30 лет. У него кудрявые чёрные волосы, торчащие в сторону, чёрные брови, крупный нос. Он разыгрывает всех персонажей этого детства. Это почти немая комедия, где есть, например, свадьбы его родителей, где есть иудейский папа, и мама католичиков. Он изображает всех героев этой истории, превращая себя в абсолютно комического персонажа. Беременность мамы, рождение Кристиана Болтански, «Утренний туалет». Он вспоминает вот эти свои навыки живописи, поэтому его альтер-эго комедийное действует в рисованных декорациях. Он утрирует свою еврейскость. То есть такой здесь персонаж еврейского анекдота, которому он предстаёт. И вот эта любая попытка там памяти, собственно говоря, идентичности. Я это, Кристиан Болтанский, с такой-то семьёй, с такими-то корнями. Я там, с еврейскими корнями. Само обладание идентичностью становится чем-то неловким и комедийным. Что это такой неловкий момент, когда ты настаиваешь на том, что ты – это ты. И вот эту неловкость, неловкость рассказывания любых трагических моментов, смерть деда, воспоминания о деде, что вообще любая попытка что-то рассказать, любая попытка создать эту свою автобиографию, оказывается настолько недостоверной, что она становится фарсом. И вот этот фарс с наказаниями, с подсмотренным поцелуем родителей, с первым причастием, со всеми возможными историями – это тот фарс, которым неминуемо становится любое рассказывание о себе и любая попытка заключить себя в какие-то рамки. «Я – это я». Это всегда немножко нелепо, вот это настаивание на себе. И когда… Это единственная действительно комичная, комедийная серия, которая есть у Болтански. Это история о неловкости любой… О неловкости настаивания на своей идентичности, о неловкости настаивания на достоверности своих воспоминаний. Все недостоверно, все только розыгрыш, как только ты пытаешься что-то рассказать, оно оказывается ложью, оно оказывается фейком, оно оказывается розыгрышем. И при этом, естественно, вся история, которую он разыгрывает, заведомо не имеет никакого отношения к его настоящему детству и к его настоящему прошлому. Он ни в одной из своих квази-автобиографических работ например, не упоминает там своих братьев. Один из его братьев – очень известный социолог Люк Болтанский, с которым они там пытались сотрудничать по каким-то обстоятельствам, то есть они общаются. Ни в одной из своих псевдо-автобиографий Болтанский не упоминает, что его мать не могла ходить, у него были больные ноги. То есть вот действительно какие-то действительно важные, печальные, интересные обстоятельства в своей жизни, он никогда не сообщает. Это всегда что-то, это всегда некое детство вообще, это всегда некое прошлое вообще. Это прошлое, которое разыгрывает само себя. Поэтому тоже одним из самого начала как бы таких не самых очевидных, но постоянно присутствующих у Болтанских сюжетов оказывается история про театр, про вот такой театр марионеток, домашние куклы, которые он может быть делал в детстве. Работа Кристиана Болтански «Театральная композиция, 1981 год». На чёрном фоне подвешены три маленькие человеческие фигурки. Фигурки плоские, очень схематичные. Они сделаны из коричневого картона. Ноги и руки закреплены на шарнирах. Фигурка слева дана в профиль, она как будто сидит на корточках, рука согнута в локте так, что кисть находится на уровне подбородка. Голова округлая, без намеку на волосы. На лице обозначен чёрной точкой глаз. Фигурка человека в центре повёрнута головой к фигурке слева. Она стоит, её ноги чуть согнуты, руки подняты вверх и также чуть согнуты в локтях. На голове у этой фигурки шляпа. Фигурка справа обращена к центральной, она как будто стоит на одном колене, вторая нога согнута под ней. Одну руку фигурка держит у лица. Точкой обозначен глаз. Не как произведение искусства, а как скорее, как он считает, как почти магические предметы, которые он фотографирует, чтобы отделить их, чтобы превратить их в искусство. И театр теней, это тоже всякий постановочный театр теней, это то, что он делает с конца 70-х годов. Работа Кристиана Болтански из цикла «Театр теней» 1985-2000 года. На фотографии тускло освещенный выставочный зал с белыми стенами. На полу стоит небольшой параллелепипед из металлических прутьев высотой около полуметра. К прутьям на лесках подвешены плоские фигурки. На них с нескольких сторон, снизу и сбоку, светят четыре лампы. Фигурки отбрасывают тени на стены. На правой стене большая тень в виде маски с глазами и сомкнутыми зубами. Рядом с маской скелет. Ниже в правом углу силуэт убегающего человечка с маленькой головой и длинной шеей. С левой стороны от тени в виде маски ещё одна маленькая маска и голова человека в профиль. У головы длинный, вытянутый вперёд нос, удивлённо раскрытый рот. На левой стене силуэт головы в профиль. В белом глазу виден зрачок, рот открыт, видно одно ухо, а сверху подобие длинных рогов. Левее и под этой тенью другие очень мелкие тени, изображающие маски, головы в профиль, скелеты и людей с длинными тонкими ногами и руками. С начала 70-х годов. Это то, что было по этими элементами его первых нет задокументированных выставок. И то, что он делает, включает во многие свои выставки, как мы потом увидим, у него почти все элементы повторяются постоянно, под разными названиями, обретая разные смыслы. Потому что ни один элемент выставки сам по себе ничего не значит. Каждый раз он прочитывается заново, каждый раз он обретает другое название, другую историю. И вот эти театры теней это тоже то, что у него присутствует постоянно и присутствует еще как ощущение некой призрачности, некой фантомности происходящего и фантомности и розыгрыша, и такого некого инфантильного мира. Может быть, это единственное достоверное детское, что остается, что постоянно присутствует в его работах. Монумент, тоже такая знаковая для него работа, это работа с детскими фотографиями. Работа Кристина Болтанский «Монумент», 1986 год. Инсталляция закреплена на белой стене выставочного пространства. Она представляет собой три плоские пирамиды, составленные из повешенных вплотную небольших рам. Под пирамидами широкий горизонтальный прямоугольник, также составленный из рам. Все три пирамиды как бы стоят на нём. Вся композиция напоминает сооружение из детских кубиков, а в рамы вставлены листы двух цветов — жёлтого и сиреневого. Пирамида в центре самая широкая и высокая. Пирамиды по бокам немного ниже и уже. На вершине каждой из трёх пирамид детская портретная фотография. Пирамиды по контуру обрамляют круглые лампочки, которые светятся тёплым светом. Провода от лампочек свисают поверх рам на стене. И эта работа, которая начала история, её уходит в 70-е годы, когда Болтанский предложил сделать, молодому художнику, предложил сделать работу в одном из французских колледжей. И он этим решил сделать в соавторстве с учениками и предложил всем этим школьникам принести свои фотографии. И распечатал эти фотографии так, что они были все одного формата. Сделал просто школьные фотографии для всех. И сделал из них выставки. И потом выставку. И потом, когда он возвращается к этим фотографиям, уже 10 лет спустя, он превращает их вот в такой вот алтари, или монументы, с которыми он начинает работать. Где эти фотографии? Это фотографии, собственно говоря, уже отсутствующих людей. За 10 лет все эти школьники успели окончить школу и стать более-менее взрослыми людьми. То есть вот этих лиц больше не существует. И поэтому это превращается в такой алтарь и в какое-то ощущение смертности. Что это все некое поминание людей, которые все прекрасно живы, скорее всего, но которых увековечивают вот таким вот наивным, несколько погребальным образом. И поэтому, может быть, действительно, это одна из тех работ, которые связывают, достаточно намертво связали тематику, с которой работает Болтанский, с переживанием Холокоста. Это вот такой вот абсолютно также сделанный алтарь вот этой школы Чейз. Это школа, это еврейская высшая школа в Вене. Работа Кристиана Болтанский «Алтарь школы Чейз», 1988 год. Инсталляция закреплена на белой стене. В нижней части инсталляции составлена из каменных брусков вытянутая по горизонтали П-образная конструкция. Над ней конструкция из тех же брусков. Бруски стоят плотно друг к другу в три вертикальных ряда. В центральном ряду пять брусков, в боковых по четыре. По бокам от этой конструкции закреплены две большие чёрно-белые фотографии квадратного формата. Фотографии приблизительно с сороковых или пятидесятых годов. Слева мужская голова, повёрнутая в три четверти. Мужчина с тёмными волосами смотрит вверх. Справа – портрет улыбающейся женщины. Над конструкцией третий квадратный портрет улыбающийся мужчина. Над фотографиями на стенах закреплены настенные лампы, плафоны которых направлены на фотографии. Над фотографиями закреплено ещё по одному серому каменному бруску. Над брусками ещё по одной фотографии намного меньшего формата. Над этими фотографиями также лампы. Разобрать изображение на этих фотографиях нельзя, так как плафон и ламп почти полностью закрывают их. Однако видно, что это также чёрно-белые портреты людей. Болтанский после того, как он делает работу, очень похоже на ту работу, которую он делал с дижонскими школьниками 1971 года, он точно так же работает с фотографиями выпускников этой еврейской школы венской, сделанных в 1931 году. То есть, учитывая то, что потом происходило, потому что почти никто из этих людей на этих фотографиях не выжил, что это все люди, обречённые на смерть. Но такими же обречёнными выглядят и уже выглядели герои фотографий вот этих самых монументов, которые были сделаны раньше, фотографии просто обычных французских школьников, снятых в 70-е годы. Потому что ребёнок – это всегда что-то, что исчезает, это то, что умирает. В любом взрослом человеке. И это то, что оказывается анонимным. Там ни одна из этих фотографий не подписана. Это найденный им школьный архив этой школы, о которых он не пытается восстановить эту память, он не пытается узнать историю, действительно, что случилось с каждым из этих людей. Он, наоборот, показывает, как они исчезают, он показывает исчезновение памяти о них, он показывает вот эту всю пронзительность этого, что они были. Так что это единственное, что мы можем сказать, что они были. И таким же, может быть, немножко более подробным, действительно, после этой работы Болтанский становится художником, которого довольно парадоксальным образом становится художником, которого приглашают делать проекты, мемориалы, проекты, посвящённые памяти кого-то, потому что он делает историю про то, как память исчезает, а про то, что память о невозможности памяти. И вот такой проект он делает для Берлина. Отсутствующий дом – это снесённый дом на стене, которая осталась на этом месте, оставшемся от этого снесённого дома. Это как раз тот случай, когда он делает розыск, когда он делает некое исследование, и он вешает таблички с фамилиями всех жильцов, этих евреев, которые погибли во время Второй мировой войны. Вот такой мемориал. И, может быть, одна из самых его невероятных работ – это мемориал, не очень известный. Это работа, посвящённая жертвам автокатастрофы, которая произошла в Италии в 70-е годы. Это самолёт, который был при загадочных обстоятельствах, упал. Есть версия, что его там расследование не было завершено. Есть версия, что его там сбили свои же, которые пытались… Ну, какая-то же такая была трагическая история, недорасследованная. Работа Кристиана Болтански «Музей памяти правосудия», 2007 год. В выставочном пространстве установлена инсталляция, представляющая собой потерпевший крушение пассажирский самолёт. Фюзеляж наполовину разрушен, куски обшивки сползают с каркаса, двигатели без обшивки стоят на металлических подпорках. И никто в этой катастрофе не выжил. И, собственно говоря, этот мемориал, который представляется реконструкцией этого самолёта, и собрание всех вещей, которые можно было найти от этих погибших людей, но все эти вещи не показаны. Это те же самые ящики, это фотографии этих людей, и это лампочки, которые вот такие, как лампады. Вот такая абсолютная память, как невозможность памяти. И это одна из самых жутких работ Болтанских. И все его архивы, это вся серия архивов, это серия о анонимности любой информации, анонимности любой памяти. И архив мёртвых швейцарцев, который он делает, это архив фотографий, которые он использует, вот эта фотография из некрологов, опубликованных в швейцарских газетах. И само это название, это как бы вот это, это тоже как достаточно часто он говорит, что швейцарцы – это вроде бы самая благополучная страна, в ней не было катастроф, она её обошла, Вторая мировая война. Швейцарцы – это люди, у которых не было исторических причин умирать, но они тоже погибают. А эта смерть такая же трагическая и такая же… Они исчезают точно так же, как исчезают вот эти выпускники этой еврейской школы, что в принципе любая смерть трагична, независимо от того, как бы умер человек в своей постели, или он стал жертвой каких-то обстоятельств. Исчезновение – это всегда исчезновение. И всё, что можно сказать о всех этих персонажах, о всех этих героях, огромных каталогах, огромных архивах, что все они были людьми, и что нам вряд ли удастся понять, какими они были. Вот такой же как бы, что… Но при этом, наверное, мы можем узнать себя в любом из этих прошлых, если в любом из этих прошлых есть что-то похожее на наше. Работа Кристиана Болтански, архив немецкой семьи. Внутри выставочного зала выстроены три стены тёмно-серого цвета. Стены построены из каменных блоков. Стены выстроены внутри комнаты, в высоту почти достигают потолка. Эти стены образуют в плане букву «П», причём две боковые стены длиннее, а центральная короче. Конструкция напоминает узкий каменный коридор, заканчивающийся тупиком. Внутри конструкции на каждый каменный блок наклеена небольшая чёрно-белая фотография. Даже если это семейный архив, который он для этой работы брал семейный архив, семейные фотографии немецкие, сделанные во время Второй мировой войны, детские дни рождения, семейные праздники, вот такими, где, естественно, половина мужчин носит нацистскую форму, потому что это даже не выбор, да, всегда обязательная служба в армии. И что это такая обычная жизнь при чудовищных обстоятельствах, что в этом мире точно так же устраивались и детские праздники. И что это такая же память, в которой мы тоже можем узнать себя, потому что детство у всех было похоже. Все уравнены, все уравнены всем исчезновением, собственно, уравнены самим фактом смертности, про которую он работает. Работа Кристиана Болтански, регистры Гранд Хорну. Большой зал со старыми кирпичными стенами. На одной из стен закреплено множество прямоугольных табличек из ржавого металла. Они висят вплотную друг к другу и образуют большой, вытянутый по горизонтали прямоугольник, высотой около 4 метров и длиной около 20. На каждой металлической табличке закреплена либо белая полоска бумаги с текстом, либо черно-белый фотопортрет. Вот такой еще один огромный регистр, это регистр, посвященный, тут уже достаточно подробное историческое исследование, это регистр, посвященный детям, работавшим на шахтах в Бельгии в начале 20 века. И это действительно такая память всех этих самых юных работников. Огромный исторический каталог и огромное количество фотографий, с которыми он работает, фотографии самых разных людей, фотографии очень редко подписанные, фотографии, от которых остаются только глаза. Вот как-то уже постоянный сюжет, с которым он работает, вот эти самые серии взглядов, которые он с 90-х годов сделан, это все с ним, это фотографии, взятые из телевизора, из телевизионных сюжетов. Работа Кристиана Болтански «Взгляд». На фотографии парковая аллея. Вдоль аллеи установлены рекламные стенды. На ближнем стенде изображение глаз и носа женщины. Это фрагмент черно-белой фотографии. На стенде чуть дальше тоже есть изображение, но его невозможно разглядеть. За стендами деревья. Дорожка парка засыпана осенними листьями. Вдалеке идут двое людей. Это фотографии, снимки связанные с какими-то трагическими обстоятельствами, но мы никогда не будем знать, о чем идет речь. Это просто случайный прохожий, это жертва. Жив этот человек, умер этот человек. Фотография сама по себе для Болтански всегда является некой фигурой отсутствия. Фотография – это то, что отсталось от того, кого здесь нет. Фотография – это не то, что увековечивает человека. Фотография – это то, что обозначает его отсутствие. Это кто-то, кто здесь был, на кого сейчас здесь нет. И поэтому фотография для него – это всегда что-то тождествия. Любая фотография – это то, что всегда говорит о смерти. Это достаточно распространенный сюжет, который был у Ролана Барта, у Сьюзен Зонтек, у всех мыслителей, которые так или иначе писали фотографии в XX веке, о том, что фотография – это то, куда вытеснилось представление о смерти. И фотография – это то, что увековечивает и одновременно позволяет забыть. Ты сделал снимок чего-то, и после этого все в порядке. Я больше могу об этом не помнить. Это осталось где-то, но ты никогда не возвращаешься к этим воспоминаниям. Поэтому в одной из работ у Болтански фотографии превращаются в такое изображение-изображение. Это просто черные картинки, это просто засвеченные снимки. Картинка есть, она висит на стене, но здесь никого нет. И вот вместе с этой же работой часто выставляется вот такая вот, наверное, одна из самых жутких и таких уже макабрических, откровенно, инсталляций Болтанска. Вот такие вот могилы, которые воспаряют землёй, которые выглядят уже, в общем, как этот театр теней, который он делает, который выглядит уже такой очевидной страшилкой. Работа Кристиана Болтански «Могилы». Инсталляция размещена в выставочном зале с белыми стенами. На полу на очень длинных тонких ножках стоят шесть узких прямоугольных ящиков, похожих на гробы, покрытые чёрной тканью. Ящики установлены на разной высоте. Стены покрывают рамы разного размера. В рамы вставлены чёрные листы под стеклом. С потолка на длинных проводах свисают лампы накаливания, причём в некоторых местах они свисают так низко, что находятся ниже уровня ящиков. Лампы светят тёплым жёлтым светом. С которым тоже вот с этим элементом страшилки, с элементом страха, который оказывается страхом, тоже страхом из детства, страхом из страшной сказки, страхом из фильма ужасов, он постоянно работает. Анонимности, ну, может быть, в таком более оптимистическом всё-таки варианте, посвящённый один из самых больших и знаковых проектов в Болтанске. Это проект, который он делал для французского павильона на Венецианской биеннале, Национальный павильон Франции, Венецианская биеннале 2011 года. Проект, который назывался «Шанс», и представлял из себя этот весь павильон, был застроен вот такой вот огромной машинерей, через весь павильон проматывалась плёнка с фотографиями младенцев, и фотографиями, как бы там был счётчик, который отсчитывал электронные все рождения, которые сейчас происходят в мире, и специальная программа «Время от времени» выбирала, какая из фотографий останавливается, какую из фотографий можно рассмотреть, кто из этих родившихся людей, кто из них, может быть, не будет обречён на анонимность, кого из них, может быть, заметят. А они-то ничего более анонимного, чем детские фотографии, потому что все младенцы одинаковые, все младенцы – это как бы детство, это уже анонимность. Какое из этих лиц одинаковых мы можем рассмотреть. И сама репрезентация, то, как Болтанский выставляет эти фотографии, вот эти светильники, лампады, которые делают их иконами, которые делают их моментом поминовения, но при этом это то, что их делает, это то, что не даёт рассмотреть фотографии, вот это ощущение, это то, что опять-таки их засвечивает. И вот в этой очень красивой инсталляции, где появляется ещё один элемент, очень важный для Болтанского – это вот эти вот одежда, лежащая на полу. Работа Кристиана Болтански. На фотографии тусклоосвещенный интерьер церкви. В центре фотографии расположены два ряда серых каменных колонн. Колонны поддерживают сводчатый потолок. Над каждой парой колонн потолок образует арку. Арки располагаются одна за другой. В глубине помещения арка меньшего размера ведёт в один из пределов церкви. На стене над этой аркой закреплено множество чёрно-белых фотографий. Над каждой фотографией расположена лампа накаливания. На стене самого предела также закреплены фотографии и лампы. На переднем плане на полу разложены в ряды футболки чёрного цвета. Все футболки ориентированы в одну сторону, горловиной влево. Полосой в четыре ряда они проходят горизонтально вдоль переднего края фотографии. Одежда, которая начинает работать с 1988 года, и одежда, которая для него является таким же знаком отсутствия, как и фотография. Брошенная одежда – это отсутствие того, кто её когда-то носил. Это огромное количество грудой одежды, которую Болтанский собирает по секонд-хендам и скупает, которые, естественно, в Европе читаются, тоже как концлагерь, как огромные кипы одежды оставшиеся от жертв. Но которые для Болтанских тоже совершенно не обязательны. Они там по-разному могут. Это может быть склад, это может быть засланная одежда, пространство целиком. Все вещи, которые он находит для этих проектов, это вещи принципиально современные, это вещи того времени, когда они не старинные. Это обычные футболки с Бэтменом, например, или с Микки Маусом. Это то, что всегда заветуемые вещи, которые не исторические, которые не принадлежат исторической памяти. Это просто вещи секонд-хендов. Люди, которые их носили, скорее всего, живы. Чего бы им, собственно, куда бы им деваться, если это современные вещи. Но при этом сама по себе одежда секонд-хенда – это одежда, которая перестала быть кому-то нужной. Это одежда, которая тоже стала мусором, которая стала анонимной, которая ждет, чтобы кто-то ее подобрал. И во время части своих выставок Болтанский действительно позволяет публике разбирать эти груди одежды, брать что-то для себя, покупать. С таким огромным вопросом. А в качестве чего ты это покупаешь? В качестве сувенира от выставки Кристиана Болтанский? Или в качестве вещи, которые тебе хочется надеть, например? В каком качестве ты будешь любить эту одежду? Эта одежда, может быть, это то, что можно потом полюбить. И так же, как с фотографией, у фотографии меньше шанса, потому что довольно сложно найти фотографию неизвестного тебе человека. И заново полюбить ее, вернуть ему или ей, вернуть персонажу на этой фотографии какую-то идентичность, заинтересоваться в нем. Но это тоже, наверное, возможно. Поэтому Болтанский действительно дает этот шанс, дает шанс рассмотреть одну из этих младенческих лиц, дает шанс остановиться на нем, вырвать его из этого бесконечного потока. И при этом действительно сами эти инсталляции с тряпьем, с вихами Болтанский делает постоянно и по-разному. И тоже это, в общем, одна и та же очень похожая инсталляция, которая по-разному читается в разных контекстах. Вот эта инсталляция «Озеро мертвых» Болтанский делал в Японии. И он рассказывал, что японцы ее прочли впервые абсолютно по-другому, что если во всех европейских странах эти груды одежды воспринялись исключительно в контексте, первая немедленная и неизбежная ассоциация была, ассоциация с Холокостом, то японцы сказали, это же наша национальная легенда про озеро, которое души должны пересечь после смерти, оставив все бренное и уйдя в другой мир, уйдя в бессмертие, оставив все, что их удерживает в этом мире, освободившись от всего. И что для японцев вот эта груда одежды, это была тем, что надо сбросить себя, чтобы обрести, не знаю, новое перерождение. Не знаю, какого вероисповедания были те японцы, с которыми он говорил. Это все-таки, по-моему, не буддийская легенда. Работа Кристиана Болтански «Резерв. Озеро мертвых. 1990 год». На фотографии большая комната, тускло освещенная рядом желтых ламп на стене. Толстым слоем весь пол комнаты покрывает хаотично разбросанная одежда разных цветов. Слева через зал галереи проходит деревянный помост для прохода зрителей. Помост состоит из двух узких деревянных возвышений, образующих прямой угол. И вот это, как бы, что это может быть символом освобождения, что ты все ненужное что-то сбросил, чтобы уйти к другой жизни. Это та интерпретация, которую, собственно, не сам Болтанский предложил, но предложили его японские зрители. И он абсолютно с ней согласился, и для него это было, может быть, даже облегчением, что такое прочтение тоже существует. И там все эти огромные количества склада и одежды, которые по-разному называются. Еще один сюжет, который тоже с этим связан, это то, что Болтанский в разных городах выставлял как музей, собственно говоря, предлагал как свой проект выставку, объекты из бюро находок, найденные в метро. Причем они делались чуть ли не там, в Нью-Йорке они делались на Central Station, то есть они делались там, где действительно находится бюро находок, с предложением эти вещи рассмотреть, потому что просто попытаться, проявить к ним любопытство, потому что это вещи, такие, как бы, несчастные, забытые вещи. Рассказывал, у него была выставка, когда он выставлял просто огромное количество вот этих потерянных и найденных ключей. Представляете, какой трагедия, ну, какой проблемой, да, для человека потерять ключ от квартиры. И ничего нету более бессмысленного в качестве находки, чем ключ. Это тот, как бы, это абсолютно лишенная смысла вещь, вот найти ключ, с которым ничего нельзя сделать, который, вот этот вот найденный ключ, это знак такой вот абсолютной анонимности и бессмысленности. Это что-то, что когда-то было кому-то невероятно важно, и что, будучи потерянным, является абсолютно мусором, да, абсолютно ничего с этим ключом нельзя сделать. И вот эти найденные, случайно найденный ключ, это, наверное, то, что для Болтански является вот этим символом абсолютной анонимности, самого страшного, что может быть, там, что ты всем и смертна, и ни от кого из нас ничего не останется. Мы все должны, мы все, в общем, обречены на эту анонимность. Как бы любая фотография, любое свидетельство про прожитого, любой этот семейный альбом, это для любого, для постороннего человека, это вот этот самый найденный ключ, который, наверное, что-то открывает, какие-то двери, но ты никогда не найдешь эту дверь, это невозможно. И все эти груды, одежды, которые, то есть очень красивые, да, вот это такая недавняя реконструкция в парижском отель Ду-Ля-Моне, это какое-то красивое, огромное выставочное помещение, где все эти, эта выставка посвященная, где как раз вещи можно было разбирать, и это был весь выставочный проект, посвященный произведениям, которые предполагаются, предполагается, что зрители их разбирают и уничтожают таким образом эти произведения, как можно было разбирать груды одежды Кристиана Болтански, и как можно было разбирать вот эти самые стопки постеров Феликса Гонзалеса Торреса, когда как бы это то, что выглядит как инсталляция, да, с такими минималистскими кубами, но ты можешь разбирать эти стопки, и в конце концов они исчезают. Единственное, как бы, условие, при которых этот художник продавал, там, продавал свою работу музеем, а у него вот есть эти стопки постеров, и есть такие же выложенные квадраты из конфет, карамельных, блестящих этих самых, обертках, помните, была его работа на одной из выставок в гараже, что это то, что должно постоянно пополняться, да, что он таким образом, что музей должен постоянно пополнять эту стопку постеров, постоянно пополнять эту груду конфет, если они уже у него в коллекции, таким образом, этому произведению, которое исчезает на глазах, музей должен гарантировать бессмертие. Ну, извините, я не знаю, поскольку груды одежды Болтанского в музеях с усопцией, где они должны разбираться, постоянно мне никогда не попадались, то там, видимо, вот этой идеи, вот этого бессмертия произведения все-таки у него нету. И, может быть, самая такая грандиозная вещь, которую он делал, он делал, уже был одним из участников, уже знакомый бы нам фестиваль монумента, который проходит в Парижском Гранд-Поле, в Большом дворце, такой одной из самых циклопических выставочных площадок, которая время от времени, там, раз в год, сейчас они будут раз в два года делать, отдается одному большому художнику, который должен его заполнить. И Болтанский его заполнил, собственно, вот этими самыми грудами одежды, где самая огромная груда лежала, лежала посреди, почти до потолка, такого большого гранд-поле огромного, и сверху спускалась такой, знаете, как в этих автоматах, когда можно игрушку попытаться выловить, из аквариума спускалась вот такая же, как бы, клешня автоматическая, которая приподнимала часть этой одежды и потом сбрасывала ее. И эта работа была, которая была сделана за год до шанса, она как бы предопределяет этот шанс, что какая-то рука случая может из этой груда что-то выбрать, да, как может быть выбрана одна из фотографий с этой ленты. Но, скорее всего, она потом бросит это обратно в ту же самую кучу, что и происходило вот в этой самой огромной и очень красивой выставке, на самом деле. Судя по фотографии, в этом случае очень фотогеничной живем, я ее не видела, к сожалению. Но один из элементов одежды у Болтански появляется все-таки не в виде груды, а ведет такую относительно самостоятельную жизнь, это вот такое вот пальто. Пальто, которое как раз в отличие, которое выглядит скорее как старое, да, оно появляется в 86-й год, это одна отдельно взятая вещь, она скорее как раз вот старая и с историей, чем анонимная. Это не тряпка, это одежда. Работа Кристиана Болтанский «Пальто». На серой стене висит черное пальто. Его рукава расставлены в стороны. По контуру пальто на стене закреплены лампочки. Провода от лампочек петлями свисают вниз. Их противоположные концы спрятаны за пальто. В пальто эти у него живут свои отдельные жизни, да, это тоже очень целый ряд работ, в которых появляются эти персонажи, которые там по-разному оживают, они там светятся, они образуют толпы. И в работе, которая была представлена сейчас, да, в Бельгийском музее, это инсталляция с этими пальтоами, королевы Бельгии туда посещают эту работу. Они называются «Зал повешенных». Но это «Зал повешенных», это выражение, которым определялись комнаты, в которых шахтеры оставляли свою одежду перед тем, как идти в шахты. Вот эта история про бельгийскую, закрыл исчезнувшую угольную промышленность, которая манифеста бельгийская была, которая была четыре года назад, выставка посвящена. В этой же выставке были архивы этих детишек, работавших в шахтах бельгийских. И при этом вот этот «Зал повешенных» это еще как бы может быть то, что немножко другой поворот этого сюжета про прошлое, это история про привидений. Потому что что такое привидения? Это то, что вот эти призраки Одессы, привидения – это тот вариант, это, собственно, вариант бессмертия, это вариант не остаться, это анонимные тени на фотографии, а все-таки хотя бы вернуться и всех напугать. Вот одна из достаточно старых работ уже, которая была показана на московской биеннале, называлась как раз «Призраки Одессы». Это была, по-моему, первая выставка Кристиана Болтански в России. Он вспомнил о своих корнях из Российской империи, если говорить про Одессу. И сделала это флигель-руина Московского архитектурного музея, очень красивое пространство, где висели между стропилами эти пальто, к которым нельзя было прикоснуться, а внизу, собственно, в подвале разыгрывался театр теней. Вот то, что вот всю эту историю превращало абсолютно в фантазмагорию, страшную сказку, и там история про привидения, потому что там были всякие эти скелетики, танцующие, и то, что действительно до этой, собственно, очень мрачности, с которой работает Полтанский, разбавлял ее такой, макабрит, такой страшилкой. И для него этот элемент страшилки, элемент, что это все равно как бы уходит в страшную сказку, очень важен. И он как бы сам про это говорил. И поэтому вот эта как бы страшная сказка, это история про призраков, история про пляски смерти, которые возникают на каждой из этих, рядом с этими фотографиями, подсвечены, возникают свечки, возникают эти танцующие скелетики, возникает история про привидения, которые, когда опять эти фотографии, она неизвестная, но они еще завешаны тряпками, и они через эти тряпки превращаются на этой фотосерии, абсолютно в историю привидений. Надо сказать, что для привидения существует... Мне очень нравится, что в французском языке есть два слова, которые обозначают привидение. Одно это, собственно, фантомы, то, что мерещится, и второе, очень красивое французское слово, это тот, кто возвращается, это не то, что мерещится, это не то, что кажется, это то, что откуда-то вернулось, это тот, кто откуда-то вернулся. И призраки, которые персонажи у Кристиана Болтанска, они как бы во всей его истории про память, они, наверное, между двумя этими статусами, того, кто когда-то был, возвращается, и того, что просто примерещилось, и того, что является просто некой иллюзией. И тоже одна из историй, может быть, одна из самых жутких у него инсталляций, таких вот не жутких, потому что не это говорит о заведомо трагических событиях, а жутких, потому что там просто это жуть есть. Это вот такие вот кровати, которые сделаны в 97-м году, инсталляция, и которые напоминают одновременно и детские кровати, и операционные столы, и какие-то, может быть, прозекторские столы, и где вся эта жуть еще обозначена вот этим, что детство – это еще, может быть, самые страшные воспоминания, это первые ужасы, это первое ощущение испуга, которое, может быть, больше всего запоминается. Работа Кристина Болтански. На фотографии в темной комнате стоят одинаковые конструкции, напоминающие людей. Каждая из них представляет собой накинутая на доску, стоящую под наклоном, пальто черного цвета. Из пальто сверху выходит настольная лампа. Лампа на ножке, плавно изогнутой вниз. Некоторые лампы включены, из-под пальто видны доски, напоминающие шагающие ноги. Эти конструкции повернуты в разные стороны, они равномерно заполняют все пространство комнаты. Проект Кристина Болтански «Кровати», 1997 год. На фотографии комната с белыми стенами. Перпендикулярно стене стоят три больничные кровати. Одна из них металлическая и похожа на операционный стол. Все кровати на высоких тонких металлических ножках. Средняя кровать немного ниже тех, что по бокам от неё. От одной из четырёх ножек справа от изголовья отходит вверх пруд. На нём закреплена небольшая флуоресцентная лампа. Таким образом, над каждой кроватью возвышается лампа. Вдоль той же стены на переднем плане стоит ещё одна кровать или скамья. Она ниже остальных, и над ней прямоугольный шатёр, обтянутый полупрозрачной клеёнкой. Внутри что-то светится. И с этими кроватями Болтанский тоже постоянно. Это тоже один из сюжетов, который у него постоянно. Такой детской спальни, да, может быть, датуара, в котором все друг другу рассказывают эти самые страшные истории. У него тоже постоянно повторяется вот такую инсталляцию, которая называется «Потерянный класс». Это немножко с отсылкой, может быть, к спектаклю «Мёртвый класс» спектакля Патру Жуканта, польского режиссёра и художника, такими спектаклями, инсталляциями. Художник, которого Болтанский для себя очень важным считает. Вот такую вот инсталляцию он делал в заброшенной школе в Японии, где вся эта школа была превращена в такой огромный, не знаю, видимо, датуар, да, в котором ничего не осталось, кроме света и кроме такого, как бы, тоже место приведений. Работа Кристиана Болтански «Мигранты. 2012 год». На фотографии большое тёмное помещение. В нём в два длинных ряда располагаются одинаковые кровать. Кровати с высокими изножьем и изголовьем. Сверху кровати обтянуты полупрозрачной клеёнкой, под которой располагается источник холодного света. И почти такую же очень похожую работу Болтанский повторяет в музее мигрантов. Музей мигрантов в Аргентине, в Буэнос-Айресе, где он делает такую, как бы, ночлежку для мигрантов, тоже превращаясь в такое невероятное пространство, может быть, возвращение, да, где эти, соответственно, с этих наполненных светом, закрытых покрывалами кровати, всё-таки того, как бы мы этого не боялись, кто-то в того и глядя встанет. И вот это что-то, это то, что вернётся. И вот опять эти самые пальто, которые превращаются в привидений. И на этой же выставке появилась, наверное, совершенно новая версия с этими архивами, что до этого всё то, что бумаги, всё то, что архивы, было погребено в эти самые жестяные ящики. А здесь впервые эти книги, эта бумага, эта информация, всё это поднялось в воздух. Это летающие книги, и поскольку это Аргентина, это, естественно, омаж Борхесу, великому писателю и библиотекарю. Вот как бы такое, как бы, то, что, наверное, Болтанский внешнего делает, может быть, более оптимистичным, чем то, с чего он начинал. Что память всё-таки возможна, что память – это что-то, что летает, что это что-то живое, что это что-то, что может вернуться, даже вернувшись в виде призрака. Подписи, работа, сделанная им для Музея современного искусства на Майорке, Музей этот располагается в… Это тоже история про память. Музей этот располагается частично в цистернах, в таком водохранилище подземном, построенном в XVII веке. Работа Кристиана Болтански. В тёмном пространстве на вертикальных металлических рейках закреплены светящиеся объекты, составленные из прямых линий. На первом плане в левой части фотографии квадрат, разделённый линией, идущий из правого верхнего угла в левый нижний. Справа чуть дальше – зигзаг. За ним перечёркнутые посередине три вертикальные линии. Ещё дальше – крест в виде буквы «Х». Объекты сделаны из белых флуоресцентных ламп и хаотично расставлены по пространству. И эти самые странные розчерки – это знаки, которые каменщики того времени оставляли на камнях, которые Болтанский просто реконструирует. И тоже такая совершенно работа, уже не про невозможность памяти, а про, скорее, живучесть мифологии, живучесть вот этой уже мифологической памяти. Работа, сделанная им для Чили, где множество японских колокольчиков, которые подвешены к травинкам, расставлены в поле, и расставлены они в конфигурации, которая повторяет созвездие в ту ночь, когда родился Болтанский, то есть там есть эта автобиографичность, но которые живут своей жизнью, живут каким-то напоминанием о духах. И в само это место попасть нельзя, оно как бы существует в этой музейной инсталляции, и появление вот этих фигур призраков, которые не обязательно должны быть злокозненными, которые, то, что они, то, что все эти, как бы память, это эти существа, которых мы почти забыли, могут вернуться. Это то, наверное, что у Болтанских происходит в его последних работах, более, как ни странно, менее ироничных, да, и, может быть, более загадочным образом более примиряющих с миром, да, даже вот такая вот работа этого года, пучи, дорога через жизнь, наверное, которая основана, это те же самые фотографии, которые были вот из этого семейного альбома, семьи Дэ анонимной, которые уже теперь не погребены в книжке под обложкой, а оказываются вот этим пространством, через которое можно пройти. Работа Кристиана Болтанские, прохождение жизни, 2015 год. Светлая комната с белыми стенами. Поперёк комнаты развешана прямоугольная белая ткань, напоминающая простыни. Ткань немного просвечивает. За ней виден свет ламп, низко свисающих с потолка. На ткани что-то изображено очень бледным серым цветом. Они колеблются, они оказываются вот этим замечательным. Очень как бы, то есть он им даёт вторую жизнь, даёт возможность пересечь эту жизнь.